С понедельника Кипр начал новую жизнь финансовую. Закончилось действие программы помощи, которую ЕС МВФ выделили Кипру в 2013-м для преодоления банковского кризиса. Кипрский сценарий отличался от Греции или Португалии. Для спасения системообразующей отрасли экономики впервые в ЕС были использованы средства вкладчиков банков. Впрочем, окончание программы не означает, что стране придется отказаться от режима экономии. Министр финансов Кипра Харис Георгиадис. Меры экономии должны основываться на состоянии государственных финансов, говорит он, вне зависимости от того, действует ли в стране программа помощи. Именно поэтому мы с самого начала вели себя очень осторожно и старались гарантировать, чтобы состояние финансов Кипра было устойчиво. Эксперты считают, что три года назад кризис в соседней Греции спровоцировал коллапс банковской системы Кипра. Сейчас, если верить утечке Викиликс, МВФ давит на Грецию, Германию и Евросоюз тем, чтобы те поскорее пришли к соглашению и угрожают выйти из плана помощи Афинам. Отвечая на вопрос Евроньюз, кипрский министр финансов сказал, что любая страна должна делать все от нее зависящее, чтобы укрепить экономику и не допускать никакой возможности, никакой лазейки, которая может быть использована для шантажа или оказания давления. Впрочем, как утверждало еще год назад Кипрское министерство финансов, остров извлек уроки из кризиса и значительно сократил свое присутствие в греческой финансовой системе, чтобы меньше зависеть от нестабильности у соседа.